Здравствуйте, друзья мои! Все мы с вами заняты делами. У всех ответственность. У кого на работе, у кого в семье, у кого в школе, а у кого в православной гимназии имени преподавателя Серафима Саровского. Нашего замечательного города Домодедово. И вот мы сегодня с вами встречаемся в стенах этой замечательной гимназии. Вы брали время потише, идет урок, чтобы никакой беготни, не хлопала дверь, когда заглядывают ученики, а встречаемся только с вами. Большая нагрузка на человека. Люди заняты и работой. Надо кормить, семью кормить, детей кормить. Люди заняты воспитанием. И очень хорошо, если находится время для того, чтобы заниматься с детьми. И педагоги делают на это акцент. И даже дают определенные домашние задания, которые выполняются только вместе с родителями. Между собой собираются педагоги и обсуждают проблемы образования детей и, конечно, неизбежно воспитания детей. Когда я говорю детей, то трудно, конечно, к этой категории отнести наших замечательных одиннадцатиклассников или десятиклассников, которые уже ростом выше многих взрослых, тем более выше своих мам, пап, не говоря уже там бабушек и дедушек, но они остаются для нас дети. И даже вы, родители этих детей, вот для меня, как для духовника гимназии, вы все равно остаетесь такими же просто большими детьми. И гимназия всем своим преподавательским составом во главе с директором Евгением Олеговичем Евдокимовым и все педагоги и те священники, которые участвуют в обучении и духовной гимназии. Конечно, мы понимаем, что ложатся на нас вопросы не только образования, но и воспитания, а значит, совместной с вами работы, а значит, нашего общего дела. Что такое общее дело на греческом? Правильно, литургия. Но мы с вами привыкли приходить на богослужение, на литургию, общее дело. Но есть, оказывается, еще и литургия вне стены храма. Тоже наше общее дело. Это наши дети. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами хотели вместе делать это общее дело. потому что печально, когда педагоги учат одному, в доме детям говорят другое, и у ребенка начинается психоз, самый настоящий. В стены гимназии ему приходится вести себя так, дома подстраиваться под родителей так, и, наконец, сбиваются все авторитеты. И хорошо, если ребенок опирается на советы духовника. Хорошо, если ребенок, возрастая, опирается на евангельские заповеди. Но нередко ребенок просто пристраивается и к одним, и к другим. И тогда получается, что мы сами растим лицемеров. Мы растим с вами лгунов. Разве у нас такая задача? Мы так любим с вами людей открытых. Людей, которые говорят правду. или, во всяком случае, мы хотели бы, чтобы они говорили правду, хотя сами иногда ее не выдерживаем, когда нам говорят. Но надеемся на лучшее. Мы же тоже с вами воспитываемся, мы же тоже с вами возрастаем, а значит, и привыкаем к словам правды. И вот какими бы мы хотели с вами видеть детей? Приспособленцами, которые пристраиваются то к одним, то к другим, которые приходят в храм и вроде бы смиренно потупляют глазки, а выходя из храма творят не знамо что? Или мы хотели бы видеть людей добрых, заботливых? Прежде всего, их доброта и забота ложится на нас с вами. Мы первые принимаем те плоды, которые мы в ребенка вложили. Правильно сказать, семена, которые мы посадили в сердце ребенка и те плоды, которые потом это сердце приносит. с давних пор было принято в семьях большое внимание уделять воспитанию главы семьи. Например, была такая добрая традиция, которая называлась или в дальнейшем, правильно сказать, получила название отцовский крест. Вот, например, такой крест, как у меня здесь лежит на столе, вот такой старинный крест, перед которым молился глава семьи. А когда его сын подрастал, а подрастал в те времена, в старые, в дореволюционные времена, в столетней давности, это считалось, когда у мальчика появлялись первые усики над верхней губой, это значит возраст приблизительно 12-14 лет, отец передавал свой крест своему старшему сыну. Этим он как бы утверждал власть сына, право его начальствовать над родом. Что значит начальствовать? В нашем современном понятии это эдакий развалюха, который сидит в кресле, с одной стороны нанесут чашечку кофе, с другой стороны ему приносят какие-либо доклады, которые он, не глядя, должен подмахнуть. На самом деле слово начальство имеет корень начала, то есть с тебя начинается спрос, и прежде всего Бог с тебя спросит за тех людей, которые вверены тебе под твое начало. И поэтому юноша учился в семье управлять, грамотно управлять семьей, особенно если отцу приходилось куда-либо уходить на сторону удалечия, например, на длительное время отправляться на заработки, или его призвали на войну солдаты, и тогда сын начинал управлять семьей. И вот отец вернувшись после этих долгих заработков или после военных действий, в общем, после долгого отсутствия сына спрашивал все, что связано с сохранением семьи. Что там, старуха-мать умерла? Почему не уследил? Почему не дал вовремя целебных средств? Почему врача не вызвал? Что там, сестра загуляла? А твои глаза где были? Почему сестру не остановил? Почему не отогнал этого проходимца, который там залет, ты же, понимаешь ли, какой-то оказался? Итак, мальчики учились с ранних лет отвечать, за свою семью. И вот представляете, уже к моменту его возрастания, к моменту, когда он должен завести свою семью, он уже умел отвечать за тех людей, которые ему верены. Это, прежде всего, сама супруга, это будут дети, которые родятся в этой семье, это вот старые родители. и так, юношу воспитывали именно так. Не говорили, какую ему должность потом занять, какую искать профессию и так далее. Прежде всего, ты должен научиться отвечать за этих людей. То же самое касается и девочек. Девочки с раннего возраста привыкали быть заняты, и их руки должны были быть тоже все время заняты. Вот сейчас психологи, которые занимаются детским образованием, все время нам говорят, вот, надо детям развивающие упражнения для пальчиков, чем больше ребенок пальчиками работает, тем активнее работает его головной мозг. Простите, а что, раньше таких вещей даже не знаем. Девочек учили сшить, пользоваться иглой, уметь вставлять ниточку, ну, мы не говорим там, прясть, нить получать, там, сворачивать из шерсти, вот, но хотя бы сшить, следующий так, вышивать, то есть, уже с малых лет девочку учили вышивать. Вот вам работа пальчиками, притом работа полезная, не просто пазлы складывать, и ребенок через некоторое время понимает, что они никому не нужны. А здесь уже ребенок занимается тем трудом, который будет ему нужен во всей его жизни, во-первых, а во-вторых, сохранялось то изделие, которое девочка вышила или сшила сама. И действительно, девочки уже с десятилетнего возраста начинали готовить себе предания, расшивали полотенца, вышивали сарафаны, благо дело, мода не так быстро менялась, как сейчас меняется, и не стыдно было носить те сарафаны, которые были шиты 10-20 лет назад, или доставались по наследству, наоборот, гордились этими вещами. Девочки вышивали себе кокошники, им некогда было прокалывать уши, ноздри, все, что хотелось из блестяшек видеть на себе девочки, она все это нашивала на кокошник или на какую-то свою выходную одежду. И так формировался ребенок и постепенно возрастал и понимал то, чем он учится, ему все это будет нужно. А вот теперь поверьте, что преподаватели гимназии думают о том же самом. То есть чему учить детей, чтобы им это было нужно в жизни. И вот так важно, друзья мои, чтобы и мы с вами вместе учили одному и тому же. Чтобы не оказалось, что дома учат другому, что дома говорят, а, наклевать, что там тебе сказали. или сталкиваемся с проблемой, ваш ребенок учится в православной гимназии. Гордимся, конечно. То есть мы подразумеваем, что ребенок будет и образованный, и православно воспитанный. Так давайте дома тоже поддерживать православное воспитание. Почему ребенок здесь крестится, читает молитвы, а дома никаких молитв не звучит, никто не крестится и не идет речь о том, чтобы посещать храм. Опять же, у ребенка начинается полное раздвоение. Еще одно. Это конечно нужно, чтобы ребенок не только умел креститься, читать молитвы, но и вообще образ жизни православный. Не надо отдельно кричать, нельзя материться, нельзя там играть в карты, это должно быть естественно для человека. Раз ты православный, это для тебя должно быть естественно. Поэтому конечно семьи, родители мы призываем, чтобы это было наше с вами содружество. Ведь красивый хоровод получается только тогда, когда все берутся за руки и идут в одну сторону. Если кто-то выбивается, за руки держаться не хочет, идет в другую сторону, хоровода не получается. То есть красивого танца даже вокруг рождественской елки не получится. Вот давайте вместе с вами. Конечно возвращаясь к тому, что много забот, много хлопот, но нельзя переложить воспитание только на педагогов. Процесс воспитания мы делим с вами пополам. Процесс обучения переложим на педагогов. Они сами этим занимаются и стараются по возможности родителей освободить от этого процесса. Но аж если мы хотим видеть наших детей умными, если мы хотим видеть наших детей добрыми, если мы хотим их видеть красивыми, я не имею ввиду на скрашенные реснички или уложенные волосики, а я имею ввиду красоту сердца, только вместе с вами взявшие за руки. Да поможет нам с вами Господь и Пресвятая Богородица в этом славном хорошем деле. Храни всех Господи. Ну, по скрипту хотелось бы добавить, друзья мои, задавайте свои вопросы, предлагайте темы для наших общих бесед. Ну, не надо, чтобы мы выдумывали какую-то теорию, а задайте свои вопросы, чтобы мы могли с вами вместе обсудить волнующие нас темы. Храни Господь. КОНЕЦ ГОНИЦ КОНЕЦ